Деревянные скульптуры Мы серьезны или будет борьба? Мы узнаем о Елене Безруковой, временно исполняющей обязанности начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши скульпторы регулярно принимают участие во всевозможных фестивалях, но обычно за пределами края. Вот как удалось организовать международную встречу на нашей территории? Во-первых, такое решение приняло правительство Алтайского края и выделило соответствующие средства. Во-вторых, мы давно заметили, что у нас очень высокого уровня мастера, которые могут представить достойный Алтайский край. Ну а без этого смысл дома проводить, да? Ну а в-третьих, у нас, наверное, уже неплохой организаций опыт разных фестивалей и мероприятий. Ну и все это сошлось, и поэтому мы проводим такой первый фестиваль у нас. 30 участников, из них 11 регионов России. Да, и те зарубежные страны, которые вы назвали. Какими-то конкретными темами ограничивали участников? Темами не ограничены. Участники будут работать в двух номинациях, индивидуально и группами. И на выходе мы получим 20 скульптур. Из какого дерева они будут работать? Предоставляют поделочный материал? Конечно, поделочный материал уже завезен на место проведения фестиваля, а это Березовая Катунь, Алтай парк Подгорица. Заготовлен тополь, поскольку это конкурс, все работают в одинаковых условиях и работают именно с этим материалом. И неважно, работал ли ты раньше с Тополем, вот как представитель Зимбабве, наверняка нет. С бамбуком, да. Никаких поблажек не будет, так? Ну, бамбук мы из Африки не доставили, иначе это было бы неконкурентно. Ну, быть может, не знаю, там чуть больше времени ему отвезти на работу. Нет, времени у всех... Все в равных условиях будут. Да, одинаково. Мы предоставляем не только материал, но и предоставляем инструменты для работы, конечно. Так, какой приз ожидает победителя? У нас работает жюри, они определяют призеров, и призеры, и участники получают денежные премии, естественно, в разных суммах, в зависимости от того, как решить жюри. То есть получается и в групповой номинации, три призовых места, да, и в индивидуальной? И в индивидуальной. Куда потом денут готовые скульптуры? Ведь с обоих вроде как не заберешь, там оставят или продавать будут? Продавать не будем. По условиям нашего конкурса и фестиваля, большая часть остается на территории проведения фестиваля, потому что одна из задач, это, конечно, сделать привлекательным нашу особую туристическую зону. Но часть культуры по решению оргкомитета и жюри мы направим на социальные объекты, в городе Барнаул. Как вы думаете, фестиваль вот проводим впервые, будет ли второй, третий и так далее? Будущее, в общем, есть? Да, изначально была идея проводить такой фестиваль один раз в два года, сейчас проведем первый и поймем дальнейшие перспективы, мы полны творческих планов. Ну и давайте напомним, когда стартует фестиваль и все ли желающие могут понаблюдать за происходящим? Фестиваль начинается в это воскресенье 2 сентября и заканчивается в следующую субботу 8 сентября. Именно 8 сентября будут готовы и установлены все скульптуры, будут работать коллективы на территории резидента. И в три часа мы подводим итоги, вручаем торжественно призы, ну и все желающие в этот день могут приехать, посмотреть, какие же скульптуры сделали наши мастера из разных уголков, ну и окунуться в атмосферу праздника. Но это же не значит, что на протяжении всех этих дней они будут творить, наверняка будут и мастер-классы какие-то проводить. Обязательно, но большая часть времени, конечно, будет занята изготовлением скульптур. Ну посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, очень любопытное мероприятие. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам. Ну а я напомню, что гость нашей студии сегодня Елена Безрукова, временно исполняющая обязанности начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу. Субтитры создавал DimaTorzok